На сессии парламентария активно обсуждали вопрос по организации капитальных ремонтов в многоквартирных домах. Какие изменения внесли депутаты в законопроект и с чем именно должны теперь определиться собственники жилья? Узнайте из следующего материала. Одной из важных тем на заседании сессии стало рассмотрение изменений в законе края о капитальном ремонте многоквартирных домов. Правки вносят с одной стороны незначительные изменения в текст документа, но для самих жителей это очень существенные перемены. Так они получили в три раза больше времени, 6 месяцев вместо двух, на принятие решения о способе накапливания средств на ремонт. Сегодня у горожан есть три варианта. Люди принимают решения сами, открывают свой счет и накапливают, и несут полную юридическую ответственность. Люди открывают в нашем созданном государственном фонде лицевой счет. Или люди отдают средства, которые сегодня расчетные, которые мы приняли, 6, сколько там, например, метров. То есть они отдают в общественные. В эти 6 месяцев мы должны, я имею в виду региональный оператор, должен определиться с банками, на которых будут открыты счета. Жители должны избрать способ накапления среди на целый счет каждого дома или на региональный счет оператора. В течение этих 6 месяцев должны быть конкретно определены графики капитального ремонта на ближайшие 10 лет. Также новшества будут и в размере самих взносов. Их уже определяет краевое правительство. Кроме того, на уровень края передана и обязанность устанавливать порядок проведения капремонта в домах. У людей есть сегодня вполне обоснованное опасение относительно того, что отчисления, которые будут переданы, централизованные фонды, затем как-то не дойдут, соответственно, до их конкретных домов. Поэтому закон направлен как раз на то, чтобы этого не случилось. И каждый из красноярцев, который вносит соответствующее средство на ремонт своего дома, был четко уверен в том, что они пойдут сюда. Свои рекомендации высказал и председатель комитета по делам села и агропромышленной политики Валерий Сергеенко, указав законодателям на необходимость проследить, чтобы не повторилась история обманутых дольщиков. Хотя это и федеральные там законы, мы там многого не можем в нем, черт меня, нельзя ли все-таки предусмотреть с самого начала некие общественные органы контроля за всеми этими процессами, чтобы потом не придумывать, как быть с обманутыми дольщиками. Пока документ принят первым чтением. Ко второму все спорные моменты депутатам еще предстоит доработать. Более подробно о том, как будет действовать закон, в чем его польза для горожан, мы расскажем в следующем выпуске программы.